Всем привет неравнодушным к английскому языку И сегодня у нас будет с вами такое говорительное видео Я хочу с вами поговорить на тему Как убрать страх говорения Вот я давно учу английский, но никак не могу заговорить Мы уже эту тему с вами затрагивали И предлагаю сегодня немножко поговорить Поговорите со мной тоже в комментариях Напишите, что вы думаете Я буду комментарии просматривать, отвечать на них Если увижу, что какие-то вопросы по теме интересны Самый страшный страх, который у вас есть Это сделать ошибку Это то, что вас парализует В прямом смысле этого слова Не дает вам говорить Я в этой теме достаточно хорошо разбираюсь И она меня касалась саму И я считаю, что мне страх оговорения досталось Наверное, еще побольше, чем вам Сейчас я расскажу, почему Дальше поговорим, что с этим делать И что я, как эксперт в английском языке Как профессиональный педагог Каким образом мы людей вытаскиваем Из этого заколдованного круга страха Суть проблемы и решения я поняла Только, естественно, когда уже сама начала преподавать английский До этого у меня тоже был страх оговорения И я его получила из-за того, что Моя учительница английского языка Была моя бабушка Которой я очень благодарна Но она, конечно, хотела и желала мне лучшего Поэтому при ней мне было очень страшно говорить Каждый раз, когда я говорила что-то не так Она цокала, она делала так Как бы показывая мне, что за ерунду я говорю И как мне вообще не стыдно Говорить мне было очень страшно И я всегда боялась услышать вот как бы цоканье От моего учителя английского языка И с каждым годом, пока я училась в школе последние классы Это все усугублялось И потом, когда пришла пора, когда надо было разговаривать на английском языке К нам приехали студенты по обмену из Швеции Я не смогла произнести абсолютно ни слова Для меня это был шок Почему я отличница в английском Я там занимаюсь, могу по 10 часов в день заниматься английским Но говорить я так не могу Думаю, что многие из вас знают это чувство Это очень обидно Когда вокруг всем весело Все там разговаривают И получают удовольствие А ты сидишь как аутсайдер И тебе просто страшно Хотя ты все понимаешь, да, что происходит Это получается, знаете, как заколдованный круг В котором вы оказываетесь И я там тоже была Чтобы заговорить на английском, надо говорить Но мы боимся сделать ошибку Поэтому мы молчим Вот происходит такое короткое замыкание As a result, you don't speak at all И в результате вы вообще не говорите Первое, что надо сделать Это надо осознать свой страх Потому что то, что вы испытываете этот страх На уровне животного инстинкта И он вас блокирует Именно поэтому вы забываете абсолютно все Вы можете забывать даже какие-то элементарные слова Которые вы прекрасно помнили и знали до этого И этот вопрос касается не только начинающих Это касается абсолютно всех людей Например, мой же пример Я была уже в английском Достаточно хорошем уровне Но все равно этот страх у меня был И он меня парализовал И после того, как вы этот страх осознали Вы тогда можете его вот так увидеть Начать его рассматривать И тогда у вас уже появляется сила над этим страхом Вы уже можете им управлять Потому что когда страх у вас неосознанный То страх вами управляет На самом деле вы не боитесь говорить Вопрос в другом Этот страх это в том, что вы боитесь сделать ошибку Почему вы боитесь сделать ошибку? Потому что на психологическом уровне Вам в школе прописали Что если вы делаете ошибку То оценка все ниже и ниже Там наговорил ерунды Садись два или три Поэтому мы привыкли к тому Что мы предпочитаем лучше молчать Если мы не уверены Правильно? Лучше промолчать и отсидеться И только когда я буду уверен на 100% Что я говорю Тогда я поднимаю руку Отвечаю И мне ставят хорошую оценку И этот паттерн Который уже зацементировался Со школьных лет С университета Вы переносите во взрослую жизнь И там только уже не учителя А вы уже боитесь оценки окружающих Что по сути то же самое Вы продолжаете бояться оценки Поэтому вы боитесь делать ошибки Потому что вам важно Что о вас подумают Вы боитесь показаться нелепыми Смешными Глупыми Вот причина вся в этом Как это преодолеть? Первое, что понять Что вы уже не в школе И что вас действительно никто не оценивает И этот весь страх оценки Только лишь у вас в голове И вам надо перестать зацикливаться на себе Действительно так Первая техника Самая главная Которая помогла мне И помогает всем Нашим ученикам академии Это перестать зацикливаться на себе Что это значит? Поймите, что Если происходит любая коммуникация То вы уже есть ценность в этой коммуникации Если к вам кто-то подошел Что-то спросить Это значит, что у вас внутри уже есть ценность Вы чем-то заинтересовали этого человека И скорее всего вы тоже знаете Или хотите что-то ему ответить В любой коммуникации Человек является ценностью Потому что вы можете рассказать какую-то информацию Вы можете рассмешить человека Или что-то ему объяснить Показать дорогу Все что угодно Помните о том Что вы есть ценность в коммуникации И вы своим страхом Не имеете права человека лишать этой коммуникации Ну, как бы сказать В общем масштабе Вы не имеете права лишать мир себя Просто из-за своего страха Который у вас в голове сидит Поэтому, когда вы будете концентрироваться на этом Какую ценность вы можете человеку донести Чем вы можете ему помочь Когда вы будете думать во время коммуникации Не о себе А о человеке, с которым вы разговариваете Тогда ваш страх будет уходить Это действительно работает И кто сейчас будет говорить Где вода, где реальные советы Если вы будете слушать внимательно И глубоко Вы услышите, что это действительно реальный совет И я вам рассказываю Как мы действительно вылечиваем людей От страха говорения Именно таким способом Перестаньте зацикливаться на себе Думайте о человеке С которым вы разговариваете Я знаю, это сложно будет поначалу Но когда вы этот фокус внимания Страха себя Делаете такой shift На человека, с которым вы говорите То тогда у вас все проходит Ваша задача донести вашу мысль Без разницы как Хотите на руках Пальцами Где-то скажите слово на английском Где-то на русском Может быть, если не вспомните Где-то промочите Но попытайтесь донести свою мысль И еще есть такая одна Очень классная аналогия С пожарником Может быть, она, конечно Не очень подходит Но вы сейчас поймете смысл Когда пожарник бежит Спасать людей в дом горящий Как вы думаете Ему страшно или нет? Конечно, ему страшно Любому пожарнику Который бежит в горящий дом Ему страшно Но в этот момент Его фокус внимания Не на себе, как ему страшно Его фокус внимания Только на человеке Которого он хочет спасать И в этот момент Ценность Вот того, что он может сделать Для человека Она намного превышает Его собственный страх Поэтому кажется, что они такие смелые Потому что в этот момент Они о себе не думают Прекрасный пример Про пожарников Когда к вам подходит Иностранец И вам надо сказать На английском языке Вот вспоминайте это Что ваша сейчас Главная задача Это помочь человеку Что-то рассказать Как-то его развлечь Может быть, рассмешить И эту коммуникацию Что вы можете Этому человеку дать И тогда вам это Действительно Будет очень сильно помогать Ребят Вот об этом Хотела я с вами поговорить Еще раз попрошу Вашего совета Напишите мне в комментариях Как вам такая Говорительная рубрика На нашем канале Когда мы просто По-домашнему Разговариваем На какие-то такие темы И давайте вместе подумаем Как можно ее назвать Почитаю комментарии И отмечу вас лайком Если вы придумаете Что-нибудь интересное С вами была Ирина Колосова До скорого